Данные на 23 апреля. В Новгородской области за сутки плюс 17. Таким образом, всего в регионе зарегистрировано 157 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели еще два человека, всего уже 8. Долго держалась Акуловка. До сегодняшнего дня здесь не было подтвержденных диагнозов. И вот сегодня стало известно о возможном целом очаге заражения в райцентре. Под наблюдением сразу оказались более 150 человек. Диагноз подтвердился у их соседа по квартирному общежитию, общей кухне, санитарные пространства. В итоге все теперь на самоизоляции. Еще вчера этот дом жил обычной жизнью, а сегодня сигнальная лента, усиленная дезинфекция, круглосуточные полицейские посты и строжайшая изоляция сразу для всех жителей. Причина всего лишь один положительный анализ на ковид-19. Строго говоря, история началась еще в субботу, когда жилец одного из домов по улице Чайковского в городе Акуловка обратился в местную больницу с симптомами ОРВИ. Диагноз подтвердили в среду – коронавирус. Теперь заболевший в инфекционной больнице, а его соседям даже на улицу не выйти. Как вы здесь? Расскажите, пожалуйста. Да вообще мы не чувствуем ничего, если честно. Как бы оно… Только сегодня утром вышли вот такая ситуация. Так мы, в принципе, не предполагали. Самочувствие прекрасное. Конечно, странно, с ребенком не погулять – это ужас. Причина таких жестких мер – сам дом. Это здание бывшее общежитие, потому в нем много площадей общего пользования. Коридоры, кухни, санузлы. Конечно, все дезинфицируют. Но в зоне риска все равно оказалось очень много народу – порядка 150 человек. И один магазин в придачу. К счастью, для обитателей дома – продуктовый. Консервы, тушенки, сгущенка. У нас все есть, кроме хлеба сегодняшнего. Хлеб, потому что нам не дали сегодня принять. Так мы никуда не выходим. Я не знаю, разрешат нам сегодня выйти с магазина или нет, мы не знаем. Теперь за продуктами сюда спускаются только местные жильцы. Всем остальным вход строго воспрещен. За этим следит полиция. Полицейские рассказывают, люди, конечно, волнуются, но к мерам предосторожности отнеслись серьезно и с пониманием – на улицу не выходят. А потому одна из ключевых задач местного руководства – обеспечить им комфортную жизнь на время изоляции. Например, заявления на получение материальной помощи уже начали собирать. Что за материальная помощь такая? Это для чего? Для материальной помощи будут людей кормить, те, кто не будут выходить из дома. Поэтому мы разносим бумаги для того, чтобы они заполнили свои паспортные данные и отдать в администрацию города. На очереди организация поставок питания, в том числе и горячего. Но нельзя забывать и о бытовых моментах. Ведь даже вынести мусор жильцам теперь совсем непросто. Каждому собственнику даются пакеты, в которые они будут складировать мусор, определено место, где они будут его накапливать. А мы два раза в день в 9 утра и в 16 часов вечера будем его вывозить. К слову, этот дом не единственная особая зона в Акуловке. 18 человек, 9 медиков и 9 пациентов были в субботу в терапевтическом отделении Акуловской ЦРБ. Теперь и они на обсервации до получения результатов анализов. А администрация тем временем продумывает следующие шаги. Мы еще заказали дополнительную санообработку улицы. Завтра две машины Министерства обороны прибывают к нам в Акуловку, которые будут дезинфицировать близлежащие улицы. Дальнейшие меры будут зависеть уже от результатов анализов всех тех, кто неожиданно оказался по ту сторону сигнальной ленты. Хочется верить, что ненадолго. Из Акуловского района Наталья Хмелева, Андрей Шестаков, Новости, Новгородское областное телевидение.